Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу «Другой мир». Здравствуйте. В эфире программа «Другой мир». Её ведущая Татьяна Доля. И сегодня у нас в гостях в эфире Артур Пранова. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте. Слышно всё хорошо, да? Связь нормальная? Да, слышно, слышно. Да. Ну вот я вас представила в анонсе как человека, познавшего свою истинную природу. Вот тогда будьте добры, расскажите, пожалуйста, что же это такое? Как это — познать свою истинную природу? Очень просто. Это значит вспомнить себя, себя настоящего. Это значит разрушить те иллюзии, в которых пребывало сознание. Это значит увидеть всё таким, какой оно есть, познать его таким, какой оно есть. Вот. Вкратце и всё, наверное. Ну, могли бы вы рассказать свою историю, как вообще вы пришли? Есть такой термин, как просветление, да? Но не все его любят употреблять, и я знаю, что вам тоже вы не любите это слово. Но тем не менее, хотелось бы просто узнать вашу историю. Как вообще вы к этому пришли? Расскажите, пожалуйста. Нет того, кто к этому шёл. Просто всё происходит, оно так и произошло. А сейчас тем более просто некому об этом говорить даже. Ну, я думаю, что нашим слушателям будет интересно, потому что, знаете, почему я задаю этот вопрос? Скажу сразу. Если в интернете мы просто набираем просветлённые, там тот же Ютуб, знаете, сколько там вывалится просветлённых? Один там молодой человек рассказал, как он поел грибов и просветлился, понимаете? Поэтому мне бы хотелось всё-таки, чтобы слушатели немножечко отличали истинное от каких-то вот таких игр. Да, всё это игры-игры, игры ума, в которые сознание вовлекается и играет до тех пор, пока не познаётся истинная суть, пока само сознание себя не обнаруживает. Оно обнаруживает себя просто как жизнь. И здесь нет того, кто просветлел. Его не может быть просто по определению, потому что тот, кто хочет просветления или стремиться к нему, есть не что иное, как просто выдумка. Это интересует только Личность, это интересует только эго, это интересует того, кого на самом деле нет. Ну вот можно тогда задать такой вопрос. Все же люди хотят быть счастливыми, но не у всех получается. Почему так происходит? Почему люди… Именно поэтому так и получается, потому что есть отождествление, которое уводит тебя от истинного Я. Это отождествление может быть с чем угодно, с умом, с Личностью, с какими-то, я не знаю, чувствами, которые, собственно, принадлежат телу. И это отождествление уводит тебя от твоей истинной природы. Уводит твое внимание. То есть как бы внимание крадётся незаметно. То есть сознание в этот момент как бы зашипает и попадает в эту игру. Хорошо. Как пробудить это сознание? Нет того, кто бы мог на это повлиять как-то. Оно само пробуждается. То есть нельзя, например, вот как есть курсы просветления. Да, я такое тоже слышала. Нельзя так прийти, пройти ступень просветления. Вообще чего только не увидишь. Интернет, конечно, такая штука, она классная. В какой-то степени она нам даёт огромный-огромный ресурс. Но и здесь есть вот такая вот опасность. Ресурс этот, опять же, кому даётся? К тому, кто что-то ищет. Конечно. А тот, кто что-то ищет, как раз и есть то самое отождествление, если говорить языком понятным вам, то самое ложное отождествление. Потому как сознание в этот момент отождествляется с тем, чего на самом деле нет. потому как Личность — это выдумка, это представление, это некий набор даже представлений о себе. И эти представления не имеют ничего общего с настоящим, с твоим истинным «я». Это всего лишь представления «я», которые не имеют ничего сущностного. то есть эта конструкция, которая начинает создаваться ещё в раннем-раннем детстве, когда ребёнок, как бы сказать, начинает отождествлять тело, появившаяся в этот мир, с именем, с полом и ещё с чем-то под воздействием определённой работы социума, родителей и так далее. Но маленькие детки, они так и говорят, они себя не отождествляют со своим именем, они говорят там, Витя хочет пойти. Да, Серёжа погулял, Серёжа поиграл. Да, так и есть, так и было, да. Дело в том, что да, это отождествление приходит не сразу. Вот чистое сознание ещё присутствует, и тем самым ребёнок сразу не может отождествиться с тем, с чем ему предлагают это сделать, как бы. Вот. Но постепенно, 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 пребывая вот в этом, как сказать, вот в этой среде рождается то, что называется Личностью, если вообще можно о нём говорить как о чём-то реальном. У нас идёт звонок в студию, мы сейчас попробуем принять. Одну секундочку. Слушаем вас. Алло, алло. Кто-то пытается дозвониться? Ну, окей. Хорошо, тогда вот как сделать так? Ну и дальше. И дальше что происходит? Появление этой Личности как некого такого представления или целого набора представлений, претерпевает определённое даже развитие. Вот. Но в этом как раз рождается тот, кого, наверное, можно назвать богоборцем. потому как Личность часто отрицает существование Бога, отрицает существование истинного Я и зациклена только на себе. создавая иллюзию своего существования. Неважно, как человек представляет себе Бога, как Личность или как нечто абсолютное, неважно, это не имеет значения. Дело в том, что представление любое никогда не сойдётся с реальностью, потому что это есть представление. Понимаете? С трудом. И то, и то, что познаётся в опыте, в духовном, можно сказать, или в трансцендентном опыте, это не представление. Ибо все представления создаются умом. А умом познать свою истинную суть невозможно, потому как только в тот момент, когда проявляется истинная суть, когда она обнаруживает себя, тот, кто создавал представление и осклопывается, он исчезает. умирает. даже сказать, что умирает. И тогда жизнь, обнаружившая себя, начинает жить просто через это тело напрямую без фильтра, без фильтра Личности. Ибо твоя истинная суть безличностна. Я правильно понимаю, что фактически тело является тем инструментом, через который эта суть проявляется в этом материальном мире и может как-то взаимодействовать с этим миром? Конечно. Инструмент или не инструмент, здесь, наверное, слова можно разные подбирать, но это то, через что проявляется опять же то, у чего нет имени. Твоя истинная природа. в пробуждённом опять же состоянии, ибо в состоянии сна нет этого знания, нет знания о себе. Есть игра, увлёкшая сознание и крутящаяся вокруг Личности, вокруг эго, вокруг ума. Но это да, и крутящаяся вокруг того, кто создаёт разделение, кто разделяет, ибо твоя истинная природа — единство. Вот то, что вы считаете разделяющим, то есть пространство, которое вам кажется разделяющим, на самом деле оно соединяющее. Понимаете? Вот. И тот, кто разделяет, ему придумали название. Ну как вот вы себя чувствуете в этом состоянии? Если вы присмотритесь и подумаете о слове «дьявол», то в нём есть ответ. Диа — это два. Вол, там, воля, да? Вот получается, что творящий двойственность, разделяющий. Так вот, как только появляется некое обособленное «я», появляется ад. Ибо ад не тот, который находится где-то там, и когда-то там в случае чего-то проявится. нет. Ад находится прямо здесь, где проявляется обособленное «я». Потому как кроме страдания вот это обособленное «я», этот ум, это эго создать ничего не может. тогда как же людям стать счастливыми? Познать свою истинную природу. Но она познаётся в своё время. То есть каждому цветку своё время цветения, и когда это время приходит, его невозможно пропустить. так же, как приходит весна. Но тогда это цветение не заканчивается, то есть оно начинается, и оно не заканчивается никогда, ибо то счастье, которое и есть твоя истинная природа, она не заканчивается, она не кратковременна, она вечно. Как вы себя чувствуете в этом состоянии? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Это очень странный вопрос. Замечательно, прекрасно. Любые слова не передают сути. слова врут, ибо то, что они описывают, не является тем, что описывается. Правильно говорят иногда, что нет таких слов, чтобы описать то, что я чувствую. Конечно. Их просто нету таких слов. Конечно. Более того, то, что описывают слова, является совершенно нечто совершенно иным, отличным от того, что описывается. Давайте я попробую принять опять звонок. Хорошо. Алло, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Олег меня зовут. Да, очень приятно, Олег. Согласитесь с тем, что любой человек это общественное животное. Потому что если любого человека закинуть с рождения на необитаемый остров, то он просто вырастет обыкновенным зверем, который будет только жить на инстинктах. А вот то, что вы говорите сейчас, для меня я вас охарактеризовал так. Философ, теоретик, теоретик, фантазер. Извините за выражение, но большего бреда в своей жизни я еще не слышал. вы хотите получить какой-то ответ на вопрос какой-то или вы просто хотите высказаться? Нет, это мой комментарий, то, что я сейчас слушаю. Спасибо большое за комментарий вам. Спасибо. Прекрасно. Есть и такая реакция, да, но я в свою очередь хочу сказать слушателям, как я, в общем-то, почему я пригласила Артура на прямой эфир. Я просто случайно услышала в инстаграме прямой эфир Артура с одной девушкой и просто стала слушать. Я вообще незнакома была с Артуром. И в тот момент, когда я слушала их прямой эфир, ну, минут 20, наверное, я послушала, когда он закончился, ну, вот, ну, хотите, верьте, вот как раз адресуюсь тому человеку, Олегу, который только что звонил, хотите, нет, но мое сердце, оно наполнилось любовью. Я, правда, почувствовала состояние любви очень большое. Я очень удивилась. Вернее, я не удивилась этому. У меня были такие состояния после посещения святых мест, да, когда тебе кажется, что все вокруг так замечательно и ты всех любишь. И то же самое у меня было после прослушивания этого эфира, поэтому я сразу стала его искать в интернете и мне захотелось его пригласить. Вот, попробуем принять еще один звонок. слушаю вас. Добрый день, Константин. Добрый день, Константин. Слушаю вас. Да, профессиональные вопросы вашему гостю. Во-первых, вам как ведущий, чего вы решили, что этот человек посетен? У вас есть справка? Не знаю, в криминальном суде ООН нету. Значит, давайте не будем бросаться терминами, потому что слова материальные. Да, конечно. по этой земле не ходят. Да, это первое. Второе. Простите, можно я вам сразу отвечу на вопрос, который вы сейчас задали, почему я решила, да? Да, давайте. Если вы посмотрите в Википедии, просветление это понятие, означающее целостное и полное осознание природы реальности. Поэтому я имею так... Я сразу возражу, секундочку. Почему вы решили, что этот человек осознал реальность? Смотрите. по каким критериям это определить? Смотрите, эта передача задумана, она не для того, чтобы мы кого-то здесь осуждали. Я не про передачу. Дайте мне, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, вам ответить. Я не про передачу. Вы называете человека просветленным. У вас для этого должны быть основания. Вы сейчас говорите мне определение Википедии. А если вы хотите доказательств, то доказательств я вам предоставить не могу, справку точно не могу дать. Извините, пожалуйста. Согласен с вами. Справки у него нет. Да, справки нет. Давайте бросаться терминами. Давайте мы не будем... Более того, я вам скажу, что просветленных даже нет вообще. Да. Я таких не знаю. по поводу утверждения вашего гостя о том, что все, что мы представляем о себе, это ложное, что есть что-то истинное. У меня к нему вопрос. По каким критериям он определил и отделил одно от другого и узнал, что есть что-то истинное и что то, что мы представляем, это ложно. Он хочет сказать, что он знает истину, он знает истинную природу личности человека, тогда это в нашем случае на твайку, в российском случае Кащенко. Спасибо большое. К сожалению, я вынуждена вас прервать. У нас сейчас небольшая пауза. Спасибо большое за звонок. Мы будем продолжать дальше эфир, я думаю, да, Артур? Мы продолжаем нашу передачу «Другой мир». И в эфире у нас Артур Пранова. Артур, слышите меня? Всё в порядке? Да, слышу. Я думаю, что мы можем продолжить. Я, в принципе, для меня были ожидаемые такие звонки. Я думаю, что если я сейчас всё-таки, а я возьму на себя смелость и озвучу, что, так как мы это анонсировали, что ваше тело живёт автономно и вы не принимаете еду, я думаю, нам сейчас оборвут телефон и будут требовать справок, потому что… Это вообще нет смысла об этом говорить, потому что это всё, так сказать, только для личности, интересной личности и будет восприниматься только личностью. Я скажу только одно, что всё, что происходит с телом, всё, возможно, всё буквально. Вот я бы хотела немножко об этом, Артур, поговорить не с точки зрения этого как ситх каких-то, или как каких-то сверх, а с точки зрения, что это действительно возможно, правда, всё возможно. Это возможно, да, но тот, кто хочет об этом говорить, есть личность, есть эго. Поэтому когда его уже нет, то и говорить об этом бессмысленно и о любом, о любых вот таких проявлениях. вот. Единственное, что я могу сказать, что это возможно, возможно. Ну, я думаю, что... Потому что у тела неограниченные возможности, совершенно неограниченные. Можно не дышать, и это уже тоже пережито как опыт. Вот. И не спать, не пить и прочее. Вы этот опыт прожили сами, да? Да. Но если вам нетрудно, всё-таки ответьте на вопрос, как долго вы находитесь на автономии, сколько времени? Я же ещё раз говорю, что об этом говорить нет смысла никакого. Просто бессмысленно, потому что для Бога нет разделения на того, кто ест или кто не ест, или кто ест мясо, или кто не ест мясо. Ибо все пребывают в Боге, ибо все любимы, ибо нет разделения. Мне это очень важно было услышать, потому что я сталкивалась, как я уже говорила с вами в беседе, сталкивалась с людьми как будто бы духовно развитыми. И я просто смотрю, сейчас очень многие, есть вегетарианцы, есть веганы, люди выбирают свой путь, есть люди, которые питаются так, как они питаются. И меня удивляет та агрессия, которая поступает от людей, отказавшихся, например, от мяса по отношению к тем людям, которые продолжают питаться так, как они питаются. Почему это происходит? Почему нельзя принять относительно спокойно выбор каждого человека? Потому что есть тот, кто разделяет. И когда он ещё есть, то сознание пребывает в неведении. То есть это простое неведение, просто как бы не когда не видишь, что всё есть ты, всё есть проявление твоё. И тот же человек, который я не знаю, ест или ест мясо, или ещё как-то проявляется, он такой же, абсолютно такой же. и так же дорог Богу. И так же дорог, абсолютно так же дорог Богу, как и какое-то любое из твоих тел. это всё. Благодарю за этот ответ, потому что мне правда это важно было озвучить в эфире. Вы могли бы поделиться тем своим опытом и как вы передаёте, к вам приходят люди и в общении с вами, у них происходит какие-то трансформации. Может быть вы всё-таки поделитесь этим опытом? Да, трансформации происходят и это просто происходит опять же, ещё раз говорю. Тот, кто готов, просто приходит для того, чтобы просто посидеть рядом или задать какие-то вопросы, прояснить что-то вот потому как для Личности, для Ума важны какие-то объяснения и важны знания, подсвечиваемые умом. То есть ум должен привыкнуть к тому, что он сначала пытается познать Истину своими способами, задавая вопросы, ища каких-то мастеров и так далее. Но это всё на самом деле происходит, просто происходит, потому что Личность просто присваивает как бы то, что просто происходит. Вот. Поэтому тут нечего сказать, кто готов, тот приходит и Знание передаётся в прямой передаче, без каких-либо практик. Просто присутствием. Да, в прямой передаче. Ну, присутствием у многих происходит, так сказать, попадая в поле этого тела, происходит такое состояние изменённого сознания, когда ум замолкает, когда у человека был целый список вопросов, например, зайдя, например, ко мне в помещение, он не может вспомнить ни одного вопроса. И вот это состояние присутствия, чистого присутствия в источнике, в сознании передаётся в прямой передаче. исцеления физических недугов каких-то? Были, конечно, но опять же, об этом хочет поговорить только Личность и просто никому об этом говорить и незачем. Были, конечно, были. что такое Любовь? Все хотят Любви, все говорят о Любви. Что такое Любовь? Как Вы можете охарактеризовать? Любовь — это и есть твоя истинная природа. Это и есть то, что открывается через это тело и начинает проявляться и сиять во все стороны, не разделяя, не цепляясь, а сохраняя абсолютное принятие всего таким, какой оно есть. Любовь — это есть Любовь. Но опять же это подсвечивается для ума, ибо когда Любовь познаётся, то видится, что это, то есть то, что пытается ум пытается объяснить, назвать это как-то, то это всего лишь слово. Понимаете, да? То есть то, что на самом деле проявляется, нет никаких у него названий, нет никаких имён, потому что имена создаёт ум. потому когда познаётся единство, ничего никак не разделяется и ничего никак не называется. Ум замолкает, он исчезает. И тогда всё воспринимается цельным, единым. и даже не воспринимается, а ты становишься этим всем. То есть та самая Личность заканчивается, она, ум, создавший все представления, соединяется полностью с сознанием. для ума можно это объяснить ещё как появление вместо неосознанного ума появляется разум, то есть Ра, ну как бы, да, свет. Для тех людей, которые хотят, может быть, правда, хотят познать тоже свою истинную природу, они могут как-то с вами связаться, могут как-то к вам приехать? Как это можно осуществить? Если кому-то будет интересно? Конечно могут, но могут найти в, так сказать, в соцсетях и написать. То есть вы принимаете всех? Ну кто готов, тот приходит просто и всё. Что значит принимает или не принимает? Просто приходит. что бы вы порекомендовали людям для того, чтобы они всё-таки чувствовали себя более счастливыми? Потому что сейчас достаточно сложное время для людей. Они находятся в беспокойстве, они под вот этим массовым сейчас таким, то, что происходит во всём мире, у людей большое беспокойство за будущее, у них есть страх, страх остаться без работы, страх остаться без денег, страх, что им не на что будет жить. Поэтому им, наверное, очень трудно в этом состоянии думать о безусловной любви, если мы говорим о людях социальных. Понимаете, всё очень просто. На самом деле та самая Личность мешает сознанию, мешает истинной природе проявиться. Вот. И когда знание природы ума, если мы начнём разбираться, то мы увидим, откуда появляется страх, например. Если с этим разбираться, то вы поймёте, что страх появляется только от неприсутствия в моменте. То есть когда ум забирает твоё внимание и начинает гулять либо в прошлом, либо в будущем, создавая желания какие-то, создавая какие-то страхи по поводу того, что же будет дальше, а как же опять же вот это обособленное «я» будет жить, если, например, человек потерял работу. но Вселенная дорожит этим телом, и Бог заботится обо всех, обо всех формах, проявленных в этом мире. И когда это осознаётся, то Личность сдаёт, она складывает оружие. и тогда осознаётся глубоко и говорится «Да будет твоя воля, но не моя». То есть происходит сдача, тотальная сдача этой жизни без каких-либо сопротивлений. Но для этого Личность должна созреть, как бы созреть, если говорить о Личности как о чём-то реальности. То есть зрелость жизни, зрелость Личности как раз и заключается в том, что она признаёт величие Бога и знает свою несостоятельность. и тогда оружие складывается и борьба прекращается. Ну вот для людей ответственных, у кого есть семьи, у кого есть дети, они даже психологи в общем-то об этом говорили сейчас в период так называемой пандемии, что сегодня у вас есть работа. Мы сейчас говорим о том, что вы будете пугаться, как там будет завтра. но сегодня. Все говорят, да, сегодня вроде есть. Поэтому всё равно у человека есть ответственность за своих близких. Если мы говорим о тех же мужчинах, у которых на них ответственность за их семьи и детей, поэтому любой человек может сказать, что ну легко так говорить, а нам же надо кормить. В общем-то легко говорить. Вот в этом и заключается иллюзия того, что ты не замечаешь того, что всё просто происходит. Всё просто происходит. и есть только тот, кто надстраивается над этим, над тем, что происходит, и как бы присваивает это. Понимаете? Создавая вокруг того, что происходит, всевозможные игры, связанные с созданием страха, с созданием энергии страдания, с созданием какого-то беспокойства. Но когда исчезает тот, кто надстраивается над этим, то жизнь в чистом виде проявляет сама себя и обнаруживает сама себя. Рассеиваются вот эти облака, которые закрывали Солнце. И тогда но к этому естественно золотой ключик, о котором уже говорил неоднократно, это принятие, принятие. То есть принятие всего таким, какое оно есть. Это есть золотой ключик к себе, истинному к себе настоящему. даже можно сказать к познанию своей истинной природы. И в принципе, конечно, это выбор каждого человека, в чём ему находиться, и какое окружение ему искать, и какие мысли формировать, о чём он будет думать, в любом случае, пока он ещё думает. Дело в том, что нет у человека выбора. Это тоже иллюзия, что есть выбор. В ложном отождествлении, в отождествлении с телом, в отождествлении с умом, в отождествлении с чувствами какими-то, вот с тем, чем ты как бы не являешься, в этом отождествлении и рождаются страхи, понимаете, и вот это и происходит. То есть появление беспокойства, появление какого-то страдания возникает только из-за неведения, только из-за ложного отождествления. Растождествившись, познав свою истинную природу, выйдя за пределы ума, за пределы форм и имён, познаётся твоя истинная природа, познаётся счастье, которое бесконечное, познаётся Любовь, что и есть ты. Что такое в вашем понимании медитация? сейчас очень многие говорят, что они пошёл медитировать, кто-то с чем, то есть слово медитация эксплуатируется во всех местах, где только можно, поэтому мне бы хотелось от вас услышать, что в вашем понимании медитация? медитация это концентрация внимания на истинном я, на том безличностном, чем ты являешься. Большое спасибо, Артур, за беседу. Кому-то она понравилась, кому-то она непонятна, у кого-то она вызвала то же самое чувство агрессии, и я это уже чувствую, да, но хочу ещё раз напомнить, что программа Другой мир, она была задумана как раз для того, чтобы кто-то вдохновиться, кому-то подходит, у каждого свой путь, и здесь мы встречаемся с очень разными людьми, которые в той или иной степени могут вдохновить нас на какие-то открытия себя, на какие-то новые пути, поэтому для тех, кому это кажется бредом, ну, есть выбор просто не слушать, а для тех, кому всё-таки интересно узнать, что есть безграничные возможности у нашего тела, духа, то, в общем-то, я приглашаю и дальше слушать наши эфиры. Я благодарю вас за эту беседу. Я благодарю вас. Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего. До свидания.